Привет всем пирожочкам! Меня зовут Диана, я художник-иллюстратор. И сегодня мне захотелось поговорить на тему ошибок, а возможно даже советов, начинающим художникам. И это скорее больше подойдет реально начинающим-начинающим художникам, потому что некоторые из советов или ошибок, они будут очень, наверное, такими, даже очень явными, возможно, кому-то совсем не полезными. Первая ошибка, о которой мне хотелось бы отметить, это, наверное, создавать свои работы, основываясь на мнении окружающих, что я имею в виду под этим, что вам не нужно стараться кому-то понравиться. Несмотря на вашу стилистику, несмотря на ваш рост, в любом случае вы найдете рано или поздно свою аудиторию. И если вы будете слушать окружающих, которые вам скажут, что вы как-то не так что-то выполняете, то вы будете себя очень ограничивать в каких-то рамках. Соответственно, у вас просто будет это очень стопорить, во-первых, от того, чтобы двигаться дальше, во-вторых, чтобы выходить за эти самые рамки, которые в целом вам навязали, и они не являются таковыми. За рамки можно выходить всегда, особенно что касается творчества, как по мне. Очень многие, которые вас будут окружать или окружают, они могут не понять вашего творчества, и ваших идей, и вашей задумки, и it's ok, как говорится. Главное делать то, что вам откликается, как бы это банально и пафосно и пошло не звучало, как говорится. Именно то, что вам откликается, будет работать. Насколько рано или насколько поздно, это вы уже знаете в процессе, но главное делать, что откликается. И этому всегда найдутся люди. Вторая ошибка, на мой счет, это ошибочно считать, что творческим людям не нужно никакое образование. И в целом, так как, наверное, в целом, таптология, творческая профессия, точнее, творческие профессии, они считаются в основном такими, ну, как бы незначущимися, они считаются менее очень-то и профессиями. На самом деле, в творческих сферах, даже вот будучи просто художником, граф-дизайнером, есть столько маленьких веточек, на которые можно сесть и занять свою нишу, как бы там ни казалось, уже много людей, как бы там ни казалось, для кого я буду работать. Наблюдая за нынешними реалиями, реализовать себя, как творческого человека, есть очень много вариантов. Я не столько даже приверженец супер-академ образования. Мне кажется, мне кажется, что все равно академ база и образование как таковое нужно, потому что, как мне кажется, есть какая-то похожая фраза по типу, чтобы научиться делать неправильно, да, то есть стилизовать иллюстрацию, стилизовать работу как-либо, сначала нужно научиться, как правильно, чтобы понимать, что ты портишь. Мне кажется, что даже если вы... Мне кажется, что даже если человек решил заняться иллюстрацией или граф-дизайном, мне кажется, что если человек решил заняться иллюстрацией или граф-дизайном или еще какой-то вот похожей смежной сферой творчества, Творчество. Человеку наверняка нужна академбаза, но я видела случаи не раз, когда люди, допустим, 30+, что не считается возрастом старым, но все равно, я так думаю, все в курсе, что эйджизм существует и среди творческих людей, особенно если это касается каких-то компаний, все равно он существует. Особенно если вы только начали, после 30 вдруг решили поменять профессию или что-то, и у вас особенно нет никакого наработанного портфолио, то, конечно, здесь будут проблемки, но это другая тема, я думаю. В любом случае, если человек не готов в силу обстоятельств, времени, всего, не готов идти снова получать какое-то базовое образование в академию или в университет, существуют курсы разного рода, того же академ рисунка и уже каких-то стилизованных вещей. Здесь все равно, конечно, ваша ежедневная практика, но я в тему образования не вписываю только в университет или академию, я сюда вношу и любые курсы, уроки, которые вы можете купить. Это могут быть и групповые занятия, вы можете работать в индивидуальном порядке с каким-то художником или иллюстратором или граф-дизайнером, который берет людей на индивидуальные занятия, и это в целом очень клево, потому что вы можете посмотреть, во-первых, в соцсетях, если вам подходит этот человек по духу, а во-вторых, по тому, что он делает, и по-любому, 100% что-то полезное вы себе вынесете. Даже если вы там супер-пупер не прокачаетесь, вы что-то точно возьмете полезное для себя из этих уроков, воркшопов, в общем, много клевых вещей. Я это тоже отношу к образованию, онлайн-образованию, курсами, всем таким. Что касается академии рисунка, мне кажется, какую бы вы стилистику потом не выбрали позже, мне кажется, что круто, если у вас есть наработки с фигурами, с формами, и вы просто поймете, как вам со временем это откликнется, поэтому это очень важно. Вот. И хоть и много тех же уроков на YouTube, но все равно их недостаточно, как по мне, для такого вот самообразования, своего пути. Но, опять же, все возможно в любом возрасте, с любым стартом все возможно, абсолютно. Вообще, это 100%. Третий такой совет, ошибка, как по мне, это когда люди, что особенно свойственно таким творческого склада ума людям, они работают только под влиянием этого неуловимого вдохновения, который как бы люди, люди все не могут понять, что это такое вдохновение. Ребята, аппетит приходит во время еды. Это то, что я поняла точно. Что по себе могу сказать, что у меня не работает эта тема, когда ты, особенно что касается здоровья, если тебе прям плохо творить через боль, когда тебе очень ментально, морально, психологически плохо, я не верю в то, что можно быть продуктивным. Вот не верю. У меня так это не работает. Я не знаю таких людей на самом деле. Я верю в то, что после того, как ты пережил какую-то боль, и ты ее как бы интерпретируешь и выплескиваешь в работу, это да. Но в моменте, когда тебе прям очень плохо, какой-то супер депрессивный эпизод, когда ты выгорел просто ужасно, супер качественной работы не получится, как по мне. Не знаю, может у кого-то так работает, но я таких людей не встречала. Так что да, аппетит приходит во время еды, и я считаю, что вдохновение приходит во время работы. Естественно, есть такая штука, как интернет, и мы можем залезть на Pinterest, Behance. Особенно Behance. Мне нравится, потому что там много, даже хоть это могут быть не реально реализованные проекты в реальной жизни, а просто проекты, которые скреативили люди, и они хоть и не живут настоящей жизнью, но они как бы так клево упакованы. И вы смотрите, ну как бы до чего люди додумались, да. И это очень вдохновляет. Вдохновение, которое вы почерпываете от людей, оно есть. Если вы хотите, чтобы творчество было вашей работой, вашей жизнью и вашим хобби, вашим всем, то творить а-ля, когда это самое вдохновение прилетит к вам на крыльях, ну это будет немножечко такая история нечастой работы. Вы будете работать нечасто, поэтому, ребята, ловите за жопу это вдохновение, как хотите. Но вы должны делать это сами. Вдохновение зависит от вас. Я думаю, это цитата великих людей. Вдохновение зависит от вас. Мне кажется, это так. Четвертый пункт — это то, что без классного планшета или айпада у вас не получится работать в диджитале. Что я имею в виду? Я встречала людей, которые хотят попробовать в диджитале, и они, допустим, хотят купить какой-нибудь графический планшет. Не экранник, а просто графический планшет, и они априори думают, что им нужен какой-то суперклёвый. Я имею в виду, что самый дешёвый не подходит, потому что что-то в нём не так. Я вам так скажу. Нет. Для работы с графическим планшетом можно взять самый дешёвый, самый обычный, и он будет клёвым работать. Ну, либо некоторые ребята считают, что без айпада они не будут так работать, потому что на айпаде проще, ты как бы на экране работаешь в Procreate, да, допустим, а на графическом планшете не получится. Но это ошибочно. На самом деле очень быстро привыкаешь к графическому планшету, и потом это просто как твоя вторая рука, и тебе даже комфортнее работать, чем мышкой. Я имею в виду вообще любые действия делать удобнее, чем мышкой. Хотя есть такие люди, которые рисовали и рисуют мышкой. Это какие-то монстры. Я не понимаю, как они это делают. Вот правда не понимаю, потому что я даже никогда особо не пыталась. Возможно, когда мне было лет пять, я в пейнте что-то пыталась сделать. Не было другого выбора, да, но это прям вообще люди-уникумы. Особенно люди-уникумы, которые рисовали, допустим, в детстве в пейнте. Мне кажется, когда мне хотелось, у меня максимум было это какой-то домик, травичка и солнышко. Наверное, это всё. Это всё, что у меня могло получиться. Не знаю, не знаю. Но в любом случае не бойтесь покупать самый базовый, самый бюджетный планшет, который только можно, графический, и всё. Не бойтесь, короче, всё будет клёво. Сюда можно отнести, помимо диджитал работы, ещё и как бы традиционные материалы. В целом я считаю, что да, материал имеет значение. Конечно, хочется пробовать разные, клёвые, дороже. Особенно, мне кажется, влияет, имеет вес больше эта бумага даже. Мне кажется, что... Я, кстати, хотела сделать такой эксперимент, и когда-нибудь, думаю, сделаю. Купить дешёвую и более качественную, дорогую акварельную бумагу, детскую акварель, и рисовать своей более клёвой, более клёвой акварельной краской. Потому что у меня не самая какая-то суперкраска, потому что тоже как бы разный ценовой сегмент, разный бывает. И мне бы хотелось попробовать. Мне кажется, что дешёвой детской краской можно на хорошей бумаге добиться лучшего результата, ежели хорошей акварельной краской на плохой бумаге. Но, возможно, это не так. Ну, это просто моё положение. Просто я знаю, что тоже некоторых людей останавливает отсутствие финансов от того, чтобы практиковаться постоянно в диджитале, что-то рисовать. У вас даже могут... может не быть денег на краски. Просто достаточно купить набор клёвых каких-нибудь поштучных акварельных карандашей и скетчбука, и постоянно практиковаться. Это даже намного круче. Мне нравится делать скетчи не простым карандашом, который можно стереть, а акварельными карандашами. Я как-то себе это взяла за правило и делала в скетчбуке без карандашных набросков сразу цветными карандашами. И это просто одна из лучших тренировок, которая может быть для художника, иллюстратора. Во-первых, вы высвобождаете этого монстра, который вам говорит, нет, в скетчбуке должно быть всё идеально. Кто это придумал? Наверное, наши внутренние перфекционисты, эти монстры, их надо нафиг попросить выйти. Потому что скетчбук, он для вашей практики. Конечно, нам всем хочется оформить скетчбук. Но в целом, мне кажется, нужно помнить, что можно в скетчбуке потом страничку переделать, наклеить какой-нибудь акварельный или другой лист, который перекроет вашу старую работу. И вы можете это переоформить как-то клёво. Можно представить, что скетчбук это ваша такая книжка, которой вы создаёте свою историю. Не бояться всё равно. Цветные карандаши топ для скетчга. И умение сочетать цвета. И в целом, вы реально будете смелее. Потому что вот тут вы уже не сможете перерисовать, затереть как-то, как простой карандаш. У вас так уже не получится. Наверное, на это видео это все мои мысли, все мои идеи, ошибки и советы. Надеюсь, получилось не очень сумбурно. Всё. Всем спасибо. Всем рисовать. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok